Днём в центре города припарковать автомобиль непросто. Приехав в очередной раз в больницу, Николай Гончаренко обнаружил, что все места для инвалидов заняты. Оставил машину просто на свободном месте. Спустя 40 минут уехал. Полной неожиданностью для него оказалось уведомление о штрафе за неоплаченную стоянку. На данной парковке, утверждает пенсионер, отсутствуют специальный знак и разметка. Там места все были заняты, здесь было свободное место. Напротив кожного диспансера, медицинское учреждение. Я на этом свободном месте припарковался. Получил постановление о наложении штрафа, полторы тысячи. Мне нанесен моральный и материальный ущерб. Это их не самоуправление. Николай Васильевич считает, что организация, курирующая платные городские стоянки, игнорирует предписание 15-й статьи Федерального закона о социальной защите инвалидов, предусматривающей 10% льготных мест на всех, без исключения парковках в столице области. Однако придорожная территория вблизи медицинских учреждений Белгородского проспекта – единый парковочный комплекс. За разъяснениями мы обратились к директору муниципального предприятия. Данное требование неукоснительно соблюдается даже в сторону, скажем так, большего увеличения возле медицинских учреждений. Здесь представлено 166 мест, 28 из которых выделены для парковки для инвалидов. То есть это порядка 17%. К сожалению, дефицит мест для стоянки оборачивается тем, что безответственные водители действуют по принципу «кто раньше встал, того и тапки». Знаки и разметка – не помеха. Камеры наблюдения регулярно фиксируют нарушителей. Документы отправляют в ГИБДД для привлечения к административной ответственности. Но это долго, и проблемы льготной категории граждан не решает. Если инвалиды сталкиваются с тем, что не могут осуществить всё-таки парковку на специально отведённых для них местах, они паркуются на местах общего пользования, на общих основаниях, то есть обязаны оплатить парковку. Оплачивать штраф Николай Гончаренко не намерен и требует не только его отмены, но и привлечения к ответственности парковщиков. Точку в этом деле поставит административный суд, куда уже обратился возмущённый пенсионер. Влад Калинин, Александр Поддубный. Программа «Такой день» на Мире Белогория.